Здравствуйте! И позвольте разжечь по-военному. Сегодня мы беседуем с президентом Академии геополитических проблем, генерал-полковником Леонидом Ивашовым. Здравствуйте, Леонид Ивашович! Здравствуйте! Первый вопрос. В каком состоянии сегодня находится российская армия? Я бы сказал, в тяжелом. Я уже делал заявление, что российской армии, как организованной военной системы, способной обеспечить военную безопасность государства, у нас нет. И то, что доделал Сердюков, это уже не армия. Понимаете, у нас нет военной разведки. Она была, по сути дела, разрушена. И вот август 2008 года показал, что даже Грузия на нас напала, на наших миротворцев внезапно. Мы не знали ни состава группировки, которая совершила агрессию в Южную Осетию. Не знали наличия тех средств противовоздушной обороны и так далее. Второй элемент, который разрушен, это система управления. Старая советская система, она уже была серьезно обновлена. Но, тем не менее, она тоже разрушена была. И вот эта вертикаль, строгая вертикаль управления, она сегодня не работает. Опять же, я сошлюсь на август 2008 года. Как принималось решение? Наш Северо-Кавказский округ был готов к действиям, но ждали чьего-то решения. То есть, вот эта ситуация, когда в случае нападения, в случае агрессии, система работает в автоматическом режиме, вот этого как раз не было. В стране искали, кто примет какое решение. Искали министра обороны, президент в отъезде был, и премьер на Олимпиаде. И вот эта система не сработала. То есть, генштаб неправомочен был дать даже команду или не хотел и так далее. Но там даже Совет Федерации, по-моему, уже задним числом утвердил. Да, да, да. Вы понимаете, вот этот механизм, вот в случае внезапного нападения, тем более, он сегодня не работает. Мы видим, что Сердюков заменил военную науку вот группой топ-менеджеров. Военную науку, во главе которой стоял центр, военно-стратегический исследование, генштаб. Он был распущен, разогнаны там многие институты, и военно-образовательная наука, а академии, большой вклад, академии, институты военные, училища, они большой вклад в развитие военной науки вносили. Вот, то же самое, она сегодня развалена, разрушена. Система военного образования тоже, по сути дела, развалена. И я вот здесь сошлюсь на 2009 год, когда президент, и он же верховный, главнокомандующий, ставит задачу увеличить, удвоить количество иностранных военных, военнослужащих, обучаемых в нашем ВУЗе, то Сердюков запускает обратный процесс. Он разваливает управление, сокращает которое, организует учебный процесс для иностранцев, распускает кафедры русского языка, ликвидирует военных переводчиков, вот как институт, и в результате в августе докладывают Путину, что мы не можем. А до этого шли бодрые доклады и президенту, в администрацию президента, что все, все у нас нормально. Приезжают военнослужащие иностранные, а их должны принять были порядка 6 тысяч человек, вот, 1 сентября приезжают сюда, а им объявляют, что обучения не будет. Хотя контракты подписаны и так далее. То есть и сегодня возглавляет вот ВУЗы, ну, женщина, которая никогда в этом учебном процессе ни часу не участвовала, никогда не занималась научными исследованиями, а просто организовывала торговлю спиртными напитками. И она вот военную науку сегодня возглавляет и возглавляет военное образование. Так вот Сердюкова за это уволили? Да я думаю, Сердюкова уволили, ну, за комплекс тех мероприятий по разрушению армии, ну, когда он довел, по сути дела, армию до небоеготового состояния. А как вы относитесь к назначению Сергея Кужегетовича Шойгу на должность министра обороны? Ну, вы знаете, это лучшее решение, которое можно было принять. Более достойного человека я, честно говоря, не вижу. Есть опыт государственной работы, есть опыт создания, по сути дела, едва ли не с нуля, мощной системы по чрезвычайным ситуациям. Причем он создавал эту систему вот именно на научной основе. И академия своя появилась, и ученый совет, и ежегодно проходят интересные довольно конференции, куда и меня приглашали выступить. И, конечно, вот организация, дисциплина, организованность в МЧС на порядок выше, чем в том же Министерстве обороны. То есть вы считаете, что Сергей Кужегетович внесет свою лепту и в армию будет лучше? Он не может не внести, потому что он ответственный человек. И он сейчас разберется с тем развалом, который произошел, и он уже стал делать такие кардинальные шаги. И первый шаг – это очень правильный снятие министра, начальника генштаба и назначение нового. Потому что генерал Макаров несет не меньшую ответственность, чем Сердюков. Я даже высказывался и высказываюсь. Они должны сидеть, и тот, и другой. И если Сердюкову больше будут вменять, я так надеюсь, именно создание криминальной, на базе Министерства обороны и вооруженных сил, создание сетевой криминальной группы, коррупции и все прочее, то Макаров должен сидеть за подрыв обороноспособности государства. Леонид Григорьевич, я с очень многими людьми разговариваю, гражданами, обычными гражданами России. Они задают всегда один и тот же вопрос. Понятно, что вот эти марши миллионов и так далее, они не решат задачи по отстранению от власти криминальной группировки. Это должны делать профессионалы, военные. Почему мы не видим танков на улице Москвы? Они же могли бы решить эту проблему? Что, военные всем довольны? Нет, вы понимаете, военные более других недовольны. И военные более активно выступали, протестовали вот против того, что происходило. Потому что мы, профессионалы, видим, что делалось в армии и что делалось с армией, с вооруженными силами. И посмотрите, что тот же Владимир Квачков, да, он как раз вот на фоне там, ну и личной обиды, что его там продержали более трех лет в тюрьме, потом оправдали. Но вот то, что творилось в армии, это возмущало. И его тут же посадили, потому что он жестко критиковал Леонид Васильевич Хабаров. Это вообще легенда, легенда. Он сидит, сидит, Владимир Пивоваров, наш коллега с Алтайского края сидит, офицер-подводник Константин Душенов и так далее. Вот все, кто выступал активно и как бы мобилизовал вокруг себя вот такие критические настроения, вот, их просто прятали под надуманными предлогами, ну, как Леонид Хабаров. Встретился в неустановленное время, в неустановленном месте с неустановленными лицами с целью свержения руководства там Екатеринбурга, захвата власти. Ну, это дикость просто. Ну, вот, берут и сажают тех людей, которые могли бы вот концентрировать этот протест. Вот, и сейчас говорить о танках, о каких-то выступлениях, ну, это, честно говоря, неразумно. Что могут военные? Ну, вышли танки, дальше что? Уйдет даже правительство в отставку там, но мы видим, у них есть сменяемость поколений в нынешней власти, есть запасные варианты. И не случайно выводили такие одиозные фигуры, вот, уже это как бы на всякий случай, второй эшелон власти, там, Немцов, Каспаров, Собчачка и так далее. Вот, то есть, вышли, и одни жулики уйдут, придут на их место еще более алчные, ну, хотя более алчных трудностей. Сложно представить более алчных. Поэтому здесь народ наш не должен надеяться, что армия придет и преподнесет ему счастье на ладони. Но операцию-то по устранению они могли бы провести военность? Вы понимаете, мы военные учимся воевать с внешним противником, с агрессором, отражать вот эти вот угрозы. А во внутренней ситуации, ну, а для чего тогда у нас мощные, там, политические силы есть в лице партии, общественных движений и так далее. И я помню высказанное Льва Рохлина, когда, по сути дела, власть была в руках военных. Это 96-й год. Он председатель комитета Госдумы, авторитетное лицо, Игорь Николаевич Родионов, министр обороны, ну, и секретарь Совета Безопасности Лебедь. Вот она, триада. И он тогда, когда на него тоже давили гражданские, вот, берите власть и так далее, он говорит, хорошо, я власть возьму, сегодня я возьму власть, что я завтра с ней буду делать? Потому что со страной вот такие... Ну, как что, проводить выборы? Ну, проводить выборы, ну и что дальше. И поэтому, вот, мы сегодня сосредотачиваемся на проектной работе. Вот, наша Академия, военно-державный союз, вот, и первое, какую армию нам нужно иметь. Без науки, без мощного такого военно-стратегического анализа, прогноза развития ситуации и стратегического планирования, ну, мы не построим эту армию. Последний вопрос, Леонид Григорьевич. Сегодня создается впечатление, что Кремль приступил к реализации проекта «Приемник-2». Что может сделать армия для того, чтобы воспрепятствовать, или гражданское общество, что может сделать, чтобы воспрепятствовать реализации? Ну, тут трудно сказать, приступил ли Кремль вот к этому проекту, или это чужой, иной проект. Вот, но я бы, вот, касаясь еще армии, сказал, что вот то, что армию планомерно разрушали в течение всех 20 лет, это очевидно. То не давали вообще никакого финансирования, чтобы мы сами, так сказать, вымирали, разбегались. То, значит, начинали какие-то решения, только сократительные такие вот реформы, все сокращать, сокращать. Но вот здесь у деятельности министра обороны Сергея Иванова и Сердюкова наблюдается преемственность. Иванов, когда пришел, он первый вычистил вот из вооруженных сил самых принципиальных руководителей. Вот. Самых таких принципиальных и профессиональных генералов. Это первое, что он пришел, и сразу пошла чистка. Он подготовил почву для своего преемника Сердюкова. И то, что назначили Сердюкова, торговца мебелью, по сути дела, да, а мы знаем, что любой руководитель, директор ли он там, как бы ни назывался, мебельного магазина, и в советское время, и в нынешнее время, это, ну, априори, по определению, по сути дела, коррумпированный чиновник. И вот, когда Иванов расчищает, как бы, площадку, убирает все принципиальное, говорит неоднократно, что нужны люди с деловой жилкой, когда он лжет президенту о том, что массовое перевооружение началось, армии и так далее, он готовит почву. А дальше уже пришел криминал, который развалил. И поэтому, говорит сегодня, вот что, чтобы сделать, чтобы избежать вот этого карманного, карманной смены той же, по сущности, власти, ну, наверное, нужна мобилизация сил, мобилизация народа. И, конечно, воевать сегодня нужно проектами. Вот ваш проект, вот наш проект. И проект, вот этот большой проект повышения геополитического статуса России, где нужна безопасность обеспечивать, прежде всего, политико-дипломатическими мерами. Вот, Евразийский союз, организация пространства, Евро-Азиатский союз назрел на основе развития шанхайской организации сотрудничества, новое видение мира, вот, новый смысл жизни и деятельности человечества и так далее. Вот мы, если предложим такой проект большой, мы сразу обретем массу союзников, не только в лице отдельных государств, но целых цивилизаций, в том числе и на Западе. Вот. И дальше уже нужны свои внутренние проекты. Не вот эта билиберда, которую мы каждый день с экрана видим, что вот там повысим, улучшим, там где-то 10 миллиардов дали, заткнули дыры. Вот. А, например, вот есть отработанный в нашей Академии проект, называется Волско-Каспийская ось развития. Вот. Начиная с Северного морского пути, вот, запустить, вот, к развитию этот регион, где проживает почти 100 миллионов человек, запустить процесс развития, проектного развития Восточной Сибири, Дальнего Востока и так далее. Ну вот сейчас, к большому сожалению, наше правительство решило заселять там мигрантов со Средней Азии. И об этом, я думаю, мы поговорим обязательно в следующий раз, о ваших проектах тоже. Я благодарю вас, Леонид Григорьевич, за исчерпывающие ответы. И надеюсь, мы с вами еще пообщаемся. Спасибо. Удачи и побед нам. Итак, сегодня нет опаснее врага, чем враг внутренний. И каждый, наверное, должен бороться с этим врагом внутри себя. Смотрите «Плетвестник». Продолжение следует...